Вопросы экономики на краевой планерке уже стали традиционными. Не отходить от этого правила Вениамин Кондратьев решает и сегодня. Совещание глава региона начинает с подведения промежуточных итогов. Первое, на что обращают внимание, на Кубани снизилась инфляция и вырос показатель ВРП. А это не могло не отразиться на доходах населения. ВРП края за первый портал вырос на 3%. Коллеги, мы прогнозировали его рост и ставили перед собой задачу на 1,8%. Как следствие, инфляцию в нашем крае мы снизили с 7 процентов до 5. И это тоже сегодня факт. Вот это есть умение зарабатывать. Когда каждый на своем месте делает все, чтобы заработать, то мы имеем общий вот такой результат. Вот такую с вами наполненную экономическую корзину нашего региона. Зарплата у кубанцев действительно растет. Пока незначительно, но уже есть уверенные тенденции к ее дальнейшему повышению, подтверждает вице-губернатор по вопросам финансовой политики. Хотел бы прокомментировать данные по реальным денежным доходам. Да, они выросли у нас всего на 0,5%. Это реальные денежные доходы. А среднемесячная заработная плата составила 28 тысяч рублей. Если это так, коллеги, нам нужно просто сохранить тогда темпы сегодняшнего и экономического роста до конца года, как минимум. И это будет вот эта вот самая социальная стабильность и политическая стабильность, и экономическая стабильность, о которой мы все время говорим. На краевой ВРП поработали практически во всех основных отраслях. Самые высокие темпы роста в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве. При том, что по всей стране в этой сфере, напротив, отмечается спад. Но несмотря на такую позитивную картину, казна не добирает доходов по НДФЛ. Аутсайдерами стали сразу несколько районов. Глава региона по видеосвязи детально разбирается в каждом случае. В столице Кубани отставания от плана нет. Однако город использует еще далеко не все свои резервы, уверены специалисты. У нас все нормально по НДФЛ, у нас выпивовый рост. 2% прироста, на наш взгляд, не совсем нормально. Плюс там и недоимка, есть 475 миллионов рублей. Это в сопоставимых условиях. Поэтому здесь мы совместно должны работать над увеличением. То есть в столице, конечно, 2%, но прирост НДФЛ, это, на наш взгляд, не очень нормально. Коллеги, не за выполнение плана и назначения бюджета вам нужно сегодня отвечать. За жизнь нужно отвечать. Если есть максимальная возможность улучшить жизнь, горожан в том числе, давайте ее улучшим. Евгений Ильич, я уверен, и у вас такой же подход. Если есть максимальная возможность, давайте выжмем, давайте педаль газа до полика. Давайте лучше скорость наберем, а если что-то там объективной причины, лучше чуть сбавим. Ну, на большой скорости будем. На доходы в бюджет может повлиять и угроза африканской чумы свиней. С начала этого года было зафиксировано 24 вспышки вируса и 9 из них в Крыму. Тем временем у соседей с другой стороны в Ростовской области сразу три очага птичьего гриппа. Производитель Евродон Юг скрыл факт падежа птицы от ветеринарных служб. Зараженная продукция попала на Кубань, но ее оперативно уничтожили. Распространение вирусов на территории края удалось предотвратить. У соседей зафиксированные у нас нет. Мы сегодня организовываем все мероприятия для того, чтобы не допустить распространения африканской чумы с сопредельных территорий. Птичий грипп тоже самое. Мне неинтересно, что скрыл вот этот Евродон Юг от ростовских ветеринаров наличие птичьего гриппа. Мне страшнее, что она попала на территорию нашего края. Ну, значит, делайте собственную экспертизу. Значит, останавливайте, находите регламенты, которые нам позволят себя защитить. Максимально границы должны быть на замке. Максимально. По поручению Вениамина Кондратьева в личных подсобных хозяйствах и фермах проведут внеплановые проверки. А реализацию всех задач, поставленных губернатором на планерке, возьмут под строгий контроль. Ведь от четкого выполнения всех принятых мер напрямую зависит экономическая безопасность региона. Мария Крошный, Денис Перец и Денис Мскаленко, Кубань, 24, Краснодар.